всем привет ребята узнать чем себя занять в осенние вечера перед зимовкой правильно заменам отопителя салона то есть радиатором печки петрович решил здесь манить купил стелокс радиатор будет меняться у толика олега вчера я тут еще ком подъехал саша помог торпедку достать остальное все сам разобрал вот такой вот секс тут выяснилось также что вот этот заслон очка вот она вот на нее надо будет сейчас какой-то такой экранчик придумать чтобы ее закрывать потому что должна плотненько заходить закрываться вот так сам радиатор печки стоит за воздухозаборником здесь поэтому сейчас будем снимать полностью вот эту вот балку поперечину вот и скорее всего что будем снимать печку саму вместе с вентилятором и корпусом вот такие дела так что касается самого радиатора вот так он выглядит в принципе в принципе по самому исполнению и по качеству пластика ну китай он и в африке китай но в целом сделан неплохо единственное что вот видим завальцовка немножко кривоватая то есть тут не дожата с этой стороны тоже также трубки 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 но трубки вроде все нормально крепление тоже пойдет такое ощущение что на 3d принтере отпечатали у меня у самого volkswagen шаран вот и вот эти вот радиаторы по размерам отличаются буквально одним сантиметром но сравнить объем который должен задувать вернее отапливать радиатор печки уши рано и у толеда чуть ли не в два раза больше у шарика вот самое прикольное что вот этот радиатор стоит 26 рублей стейлаксовский нисановский стоит 36 рублей а сраная ава которая как мы знаем вообще ни хрена не дует и не греет она стоит 46 рублей вот у шара на с радиаторами ситуация немного другая размеры практически те же я говорю что на сантиметр отличаются они да но стоят радиаторы в два раза дороже вот в этом прикол вот просто очень интересно почему такая цена два раза разница я был удивлен когда в интернет-магазине увидел на толедана 2 не сыновский радиатор отопителя блин за 36 рублей хотя мы знаем что не сын это тоже китай на китай китаю рознь как оказывается поэтому сейчас жахнем чайку зелененького с лимонечком и будем приступать меня касается сегодня вот эту часть надо будет снять дворники съемнищик у нас есть насколько я помню специально для этого снять вот этот бленду в полностью все и надо будет добраться до патрубка в печке открыть но саша покуда приедет он будет заниматься дальше балкой балку будем буду помогать ему снимать тоже честно скажу у шара на печку намного проще снять то есть на свою я тратил где-то порядка трех часов чтобы разобрать всю панель снять печку назад ее поставить и потом пару часов собирал ну соответственно в процессе сборки появлялись в первый раз лишние запчасти которая потом приходилось искать и вставлять на место но у меня получилось как то что я радиатор меня поменял радиатор и через два месяца у меня грохнулась заслонка на рециркуляцию из подкапотного пространства которое закрывает приток воздуха в салон ну и пришлось также разбирать торпеда поэтому все лишние запчасти которые после первой сборки у меня остались я все благополучно назад впихну сейчас петрович погнал за уплотнителями потому что машина 2001 года и вот эти вот все ну тут еще поролон еще куда не шло все остальное ну реально пришло в негодность сейчас посмотрим что он там найдет пробку поролона лишение чищу и будем ставить собирать печки идет полный ход пошли сварные работы заломался шестигранник на распределителе кондиционера сейчас это снимем скажу где болты на печку стоят и как ее достать пока сами нихрена вот крепление вот соединитель на кондиционер и вот раз два болта и вот там вот тоже два болта болты эти там если видно обшивка надо снять немного войлока это откинуть за этим войлоком будет два болта соединение и моторном отсеке аккуратно это посередине вот две заглушки такие в обшивке шумоизоляции одна и вторая вот тут две гаечки открутить и здесь открутить то есть снять самую закрутить два болта на соединение вернее один болт получается да ну один банный болт и два болта крепят коллиционер сам и два болта печку а тут разворачивать обшивку по диагонали стоят под обшивки вот еще раз показываю по диагонали под обшивкой да не так еще 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 дай покажу в салоне чтобы снять печку нужно снять практически все консоль тоже эту убрать ну и заодно убрать как у под ней с самой обшивка вернее торпедой и поперечиной балка этой распоркой проблем особых нету единственный косяк у нас был это вот здесь вот вот это вот штуковина фиксатор этот был на поперечине его пришлось отверткой приподнимать что вот это вот вся коса осталась сверху поперечина ушла вниз и вот болт тоже держал поперечину снимаете дворники трапецию с приводом достаете ее и здесь стоит болт головой на 13 большой шайбой сейчас где-то он тут валялся вот красавица больше ничего такого сложного нету здесь ну петрович будет сушить ковры же все все в антифризе такие пироги а тут побольше написано на нем вали о бревет за счет уплотнителя просто вот так кажется и половине спичку когда все болты открутите знаете что вот тут вот с этой стороны радиатора есть потай и в нем стоит маленький болтик который не дает вам раздербанит на пополам корпус только что минут 15 потратили на его поиски что-то высушивать надо обдирать это все надо обдирать это все надо это вся фигня и вылетала через дефлекторы красота дать фотку печка назад установлена радиатор был поменял все-таки на nissens стелекс поставлены торпеда все собраны уплотнители у меня поролон поменим что-то еще один заслонку обшил материалом а пенку не брал пенку не брал вот 7 рублей лист встала все в принципе без проблем собираем дальше попутно обслужили трапецию дворников стеклоочистителей разобрали смазали все внутри здесь и здесь втулочки промазан сейчас собираем обратно близится к концу наша сборка подкапотка собрана антифриз залит антифриз оставляет желать лучшего нам быть систему бардачок собрали сейчас там панель собирает осталось консоль поставить юбку подушку безопасности и руль и будем прокачиваться поставили машинку потарахтела немножко к гидроусилителю приходит кирдык антифриз вроде в уровне сейчас поедем там горочка у нас есть мордой кирпу поднимем чтобы пробку воздушную выгнать из печки ну и развоздушившую систему пока так консоль временно просто поставили саша будет снимать ковры чистить это все дело тушить ну и следующий видос будет о коледо это сварка мы будем варить пороги потому что машина 2001 года ну и так как у нас клиентами посыпают хорошими дороги подгнило немножко в этих вот местах 500 тысяч километров на этом мы будем прощаться всем счастливо всем пока понравилось видео ставим лайки не понравилось дизлайки комментируем обсуждаем до свидания пока 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 Продолжение следует...